так ребят всем привет значит парочку дисклеймеров перед тем как мы начнем видео сегодняшнее первая тема сегодняшнего видео будет про школу михаила портнова потому что мне очень много людей пишут и спрашивают долго ли я учился сколько это стоило стоит ли туда идти а вот я живу здесь хочу насобирать приехать как лучше поступить и так далее значит я буду отвечать на эти вопросы и попытаюсь рассказать вам ну как бы как могу естественно никто не расскажет об этом лучше чем сам михаил портнов поэтому может быть если он посмотрит это видео он сможет записать может быть свою версию этого видео и ответы на те вопросы у которые меня спрашивают значит второй момент это больше вопрос к моим подписчикам скоро выходит battlefield 4 и как вы видели я запилил перевод на официальный ролик для компании battlefield 1 вот и вроде людям понравилось поэтому у меня есть ранний доступ к этой игре и есть желание если вы не против на русский канал на этот канал запилить прохождение компании то есть фактически это будет самое первое прохождение естественно будет на игра будет на английском но с моими русскими комментариями если вам это интересно пожалуйста отпишитесь под этим видео и наверное где-то на неделю то есть на канале будет регулярно выходить видео но больше про battlefield и даже возможно я буду вести стримы через youtube на эту штуку а так и последнее еще значит все комментарии негативные в сторону михаила портнова будут баниться и пользователи тоже будут баниться потому что михаил портнов такого на своем канале не позволяет и в принципе на моем канале это тоже будет в его адрес непозволительно итак поехали значит у меня первый вопрос такой значит у меня спрашивает женщина девушка точнее девушка она живет нью-йорке и она хочет приехать сюда насобирать денег приехать сюда и учиться михаила портнова у нее там есть работа постоянно работает учителем но зарплаты учителя там потолок 60 тысяч в год что не очень много и вот она думает подсобирать денег приехать здесь долину и начать карьеру в тестировании ну в общем мой как бы опыт и совет такой что я всем людям которые просто хотят сломя голову приехать в долину не имея ничего за душой и начать все с нуля не спешите вот потому что здесь очень дорогое жилье и приехав сюда вы можете оказаться в такой ситуации что вы заплатите ну достаточно серьезные деньги за школу по моему михаил сейчас берет около трех или четырех тысяч за полный курс с интершипом вы можете потратить там примерно полгода на обучение если у вас снова тяжело идти за эти полгода вы конечно освоитесь но потом будет еще практика она тоже может быть около полгода она будет там 15 или 10 или 20 долларов в час фактически вы должны понимать что у вас год не будет нормального поступления денежных средств если вы конечно не будете подрабатывать там ну я не знаю тем же водителем в убор кстати если вы хотите подрабатывать водителем в убор ссылка в описании на мою реферал можете до 1000 долларов получить вот но если вы будете где-то подрабатывать у вас будет меньше времени на саму учебу то есть фактически чтобы полностью себя посвятить учебе надо отдавать этому время утром с самого утра там до обеда потом в обед перерыв и также брать класс еще и вечером тогда вы можете каждый день осваивать материал но вы не вы не сможете нормально работать зарабатывать учитывая цены здесь на жилье когда здесь однокомнатная квартира может стоить около там двух с половиной тысяч долларов и даже снимать где-то комнату когда вы будете делить туалет а может быть и комнату с несколькими людьми ну он то вряд ли но туалет точно могут два три человека один тот же пользу и душ вы будете платить около 1000 долларов может быть некоторые уже сейчас 1200 берут то есть надо понимать что достаточно некомфортно серьезные вложения и вы можете попасть в просак через некоторое время вы останетесь без денег если у вас есть неограниченный запас денег и вам не доставляет никакого дискомфорта здесь жить то конечно приезжайте в долину пожалуйста особенно если вы там одинокая девушка то вам здесь будет достаточно удобно потому что здесь во-первых очень много ребят очень много айтишников с хорошими зарплатами то есть вы можете найти себе здесь хорошего парня вот хорошей работой но и тем более и девушек войти там охотно нанимают опять же смотреть чтоб вас деньги не закончить как я вообще предлагаю это делать запишитесь михаилу онлайн курс не знаю сколько он сейчас стоит но около наверно тысячи тогда он вроде что до 700 долларов стоил и оплатил запишитесь в онлайн курс по skype у вас там будут вестись уроки у вас будет своя skype группа вас будет доступ к учебному материалу по фактически все то же самое что вам преподают на классах но больше акцентировано на киуэй и ну и меньше там будет других смежных айти дисциплин там не знаю то есть но в принципе у вас будет свой проект который вы вы сможете поставить себе в резюме вы сможете набить руку поймете что такое тестирование закончив онлайн начнете работать в ю тесте где тоже можно зарабатывать руки и деньги у меня есть пример ребят которые почти что два или три года семейная пара жили только с того что они работали в ю тесте онлайн вот им хватало чтобы жить причем жить в долине но естественно что у них был достаточно хороший дел на апартменты ну как бы сложновато но возможно вот вы начнете работать в ю тесте набьете руку в проекте и у вас уже появится какой-то опыт и возможность поискать работу на местности вот если у вас получится найти работу на местности вообще шикарно то есть вы никуда не срывались у вас был постоянный заработок дома то есть где вы работали да вы потом освоили новую профессию и там же начали в ней работать вообще супер то есть минимум стресса и максимум бенефитов если вы все-таки ну как бы уйти иметь некоторую сложность найти работу на местности да вот не хватает вам просто онлайн курса тогда уже можете в принципе подсобирать денег поехать портного но вы уже все будем намного быстрее схватывать ваш процесс обучения здесь он не займет пол года он займет намного меньше времени потому что у вас уже будет и проект у вас уже будет и знание и тогда отучившись здесь на местности вы можете пойти здесь через школу михаила порнова на практику где вы уже дотянете там свои скилы до совершенства и после практики пойдете работать многие после практики остаются в тех же компаниях и там начинают зарабатывать вот значит второй вопрос на эту же тему вообще их там уже штук 10 насобиралась но я думаю что вот эти два они покроют полностью все вопросы так они все немного схожи значит ребята выиграли green card тоже там недавно приехали и точно такой же вопрос они где-то тоже снимают квартиру в парке и не знают что делать то есть вроде только приехали запас денег есть а оставаться ли им дальше искать жилье в нью-йорке или ехать в долину чтобы жить здесь и работать ну искать рабочую из них опять такая же ситуация если у вас не ограниченный запас денег вы можете ехать если вы приехали в нью-йорке и вы хотите осесть нью-йорке я не знаю я бы вам не особо это рекомендовал только в том случае если у вас нет совсем английского вы можете тогда зацепиться где-то в брайтон бич и там работать без английского языка грузчиком строителем я не знаю кем угодно продавцом в принципе водителем огромное количество профессий там есть без английского языка просто в русской среде жить тогда да есть возможность оставаться там нормально оставайтесь если английский хороший я вам посоветовал какие-нибудь штаты или пригороды может быть даже нью-йорка типа нью-джерси там напротив манхэттена есть город там называется есть хабокин есть прямо так джерси сити по моему буквально минут 20 там на автобусе до через реку и вы уже в нью-йорке в манхэттене но вы будете платить за квартиру в два раза дешевле то есть смотрите если вы только приехали оседайте если с нормальный английский оседайте в англоязычной среде чтобы дальше была практика английского языка и желательно все-таки оседать там где у вас есть какие-то знакомые люди которые помогут вам наладить связи то есть люди где вы сможете вдруг если что у кого переночевать которые помогут вам там с работы я не знаю помогут сделать вам права страховку так у нас тут случился небольшой небольшой перформанс так значит окей продолжаем помогут вам найти права страховку и так далее сделать ну в общем как-то вас на первое время надоумят как как надо жить поэтому лучше ехать сколько бы там не было денег и все такое в первую очередь к близким или знакомым людям а дальше уже как бы разбираться то есть надо сначала обрасти связи возвращаясь к школе михаила портнова если у вас здесь есть связи и у вас выбор вот реально остаться там в нью-йорке или приехать сюда и люди с которым вы общаетесь они хорошие можно доверять они вас там грубо говоря не кинут на деньги да то наверно все таки сюда приехать вариант будет лучше потому что здесь очень много айти компаний достаточно низкий доступ ну как низкий порог на работу в айти индустрии что это значит то есть у вас могут быть только какие-то базовые знания понимания вы уже можете устроиться как интерн или как новичок и уже на работе непосредственно учиться и фактически здесь у всех так получается школа михаила портнова очень много информации о которой она дает это в принципе информации доступная в интернете то есть надо идти искать что не доступно в интернете это рабочий опыт как делать резюме то есть многие вещи это как бы секреты индустрии но понимаете в принципе освоиться с базовой профессии с навыками можно и самостоятельно если желание или через те же бесплатные уроки михаила портнова через его канала тестирование вот но как вы будете делать дальше что вы будете делать дальше в других штатах возможно будет сложность если особенно самостоятельно если есть проект резюме тоже другой вопрос а здесь в долине у меня есть примеры людей которые со слабым языком которые ну вот буквально новенькие но у них как-то знаете петух клюма вот у них уже деньги заканчиваются это не очень хороший пример но надо и вот они там десятками проходят интервью и фактически со слабым языком но находят работу в тестировании entry-level то есть самый младший уровень но идут и начинают свою карьеру а потом уже непосредственно на работе они учатся и набивают руку понимаете в чем сложность тестирования вы никогда не выучите все сколько бы вы там не знали на данный момент все равно получится так что приходя часто в новую компанию вы будете абсолютно с новыми вещами иметь дело и поэтому люди которые занимаются в тестировании когда они приходят на работу у них спрашивают примерно что они должны знать какие-то базовые знания но потом потом когда он работает человеку дают время дают месяц два иногда даже больше чтобы он освоился и разобрался с продуктом который он будет тестировать потому что если допустим один человек пришел на работу и начал тестировать там мобильные приложения и может быть даже стал выше на уровень стал архитектором там начал разрабатывать какую-то автоматизацию для тестирования этих мобильных приложений или просто какого-то мобильного продукта софтура какого-то то потом когда он пойдет допустим в другую компанию и там уже будет больше тоже те же мобильные устройства но там уже больше будет возможно именно hardware то есть работа с железом может быть какие-то ну другие параметры характеристики надо будет тестировать и весь его опыт наработанный он он бы не как бы не совсем конечно но ну больше может быть половина она становится непригодна то есть понимание знания там навыки разница agile там или waterfall методологии тестирования это все организатор тестирования это все понятно но конкретно работа с распродуктом возможно знание языка там программирование да это что-то будет схожее но сам продукт может быть совсем другим и снова придется как бы учиться разбираться это нормальная практика поэтому когда вы здесь находите работу даже там со слабым уровнем или уже не со слабыми учителями вам все равно дают время разобраться на работе самое важное ну как бы на первом этапе это просто попасть а когда вы уже нашли работу и даже если там совершенно небольшие деньги ну вот но вы уже набьете руку и будете знать что делать я надеюсь я ответил на эти два вопроса значит и покрыл сразу еще десять других вопросов на эту тему ребят в общем думайте сами но опять же никто не ответит лучше на на этот на эти вопросы чем сам Михаил Портно поэтому задайте ему то же самое пускай он с вами поговорит это было просто мое видение и как бы мой опыт когда я проходил через школу и какие у меня были ожидания что я получил в итоге те люди которые ну это все начиналось как троллинг которые я потом уже сделал наверное больше как шутка над самим собой но те люди которые пишут что вот хвостович ты отучился в тестировании а сам работаешь таксистом и так далее я хочу чтобы вы понимали что убер и лифт в первую очередь для меня это способ просто ну как бы я не знаю подработать отдохнуть поехать пообщаться с людьми потом когда люди приходят они узнают об этом начинают работать через мою ссылку я получаю тоже реферальный бонус то есть это не мой основной заработок не надо думать что я работаю просто как таксист я так же продолжаю заниматься тестированием и работаю в тестировании то есть если вы хотите как живой пример знать да вот получилось ли у меня через школу найти работу да получилось работаю ли я сейчас да работаю более того моя жена тоже пошла закончила школу Михаил Портно она сейчас тоже работает в тестировании Более того, у меня есть знакомые Я не знаю, все, кто хотел Найти работу После школы Михаила Портова Все нашли Есть примеры людей, которые Пошли, отучились Они не смогли найти работу Но они уже работали Вот у меня знакомый товарищ мой Он работал уже здесь Работал там Тот же Uberlift, доставка пиццы Ему здесь на жизнь хватало, он снимал комнату И он жаловался Что вот, работу здесь найти нельзя Не зная автоматизации Не зная программирования Что вот прошло уже то время Когда можно было просто С новичковым уровнем Пойти И найти работу Так он даже через школу И он практику здесь не проходил Не пошел на практику Я не знаю, почему он не пошел на практику Он не дожал весь процесс учебы Он сам здесь год, наверное, жил Он говорил, что работы нет Но он ее особо не искал И все, кто ее особо не ищет Они ее не находят в итоге С любым уровнем Даже самым начальным Здесь можно найти работу Как я уже говорил Пример Девушки здесь У которой слабый английский Которая совсем недавно приехала Она нашла работу За три месяца Еле разговаривая на английском языке Но она нашла здесь работу В тестировании На старт На 15 долларов в час Все Это уже начало карьеры Это начало пути А этот парень Значит, мой знакомый Он здесь пожил Примерно Ну, год, наверное, он здесь побыл Работу так и не нашел Жаловался, что здесь Работы такой нет Ну, он не проходил ни интервью Или там проходил, но очень мало То есть Это надо делать в огромных количествах Особенно, если у тебя слабый английский Как бы опыт Только Там практика На проекте И он Ну, как бы Он жил Но жил впритык Комнату снимает Там работает Подрабатывает Вроде окей А потом он понял, что Нет, все здесь Все очень плохо И поехал Жить во Флориду Как раз вот к этому урагану Он туда приехал Поехал жить во Флориду Там, да Там жилье будет дешевле снимать Там на тех же подработках Возможно В Uber В Lyft На, я не знаю На автомойке Или на мойке посуды На охранникам На стройке Он будет зарабатывать Примерно столько же Но жить будет дешевле То есть Фактически Может быть И лучшее условие То есть Будет своя квартира Не надо будет делить Комнату и туалет с кем-то Стоит ли это того? Каждому Как бы свое Может быть Надо было немного Здесь поднажать Ну, вроде там тоже Достаточно работы И все хотят Ну, как бы Кто смотрел Смотрел Диму Шишкина Все хотят пойти По его пути Тоже через Флориду Поехать жить где дешевле Онлайн курс Закончить Найти там Работа Это вполне возможно То есть Может быть он и прав Что он уехал Если у него здесь Не знаю Чему не хватало Мотивации Или может он тут Уже был в зоне комфорта То есть Иногда начать С нового места Это Лучше чем сидеть На одном месте Сейчас Особенно если ты Никуда не двигаешься И уже Скатываешься к тому Что ты начинаешь Жаловаться Постоянно на жизнь Но опять же Говорить что сейчас Нет работы Там В тестировании Это абсурд Даже если у тебя Слабый навык Есть работа Надо просто искать Искать И не останавливаться Опять же Всему этому в школе Учат просто люди Они не следуют Инструкциям Плюс они Наслушаются Там Истории От каких-то людей Левых Которых тоже Не получилось Или Слабо получается И начинают Скатываться В негатив Чего делать Категорически нельзя Вот Все Опять Я заканчиваю Я надеюсь Что я ответил На эти вопросы Думаю Что Михаил Портов Будет что добавить Напишите мне Что вы думаете Про Battlefield На моем канале Очень хочется В принципе Этот контент Куда-то запилить Тем более И считываю Что был одним из первых Опять же Не ругаемся В комментариях А то прилетит бан Все Всем спасибо Ребята И пока